Техника для детей с нарушениями слуха и зрения, пандусы для опорников, мебель для детей с ДЦП. Так теперь оборудована седьмая школа Реутова. Деньги на создание доступной среды дали из городской и областной казны. Эффективность трат проверили единороссы и общественники. Что же увидели, знает Дарья Макаровская. Доступная среда для людей с ограниченными возможностями теперь появилась и в седьмой школе. Здесь оборудовали пандус, на него затратили почти 300 тысяч рублей. Кроме того, для детей, которые приезжают в школу на коляске, оборудовали звонок. Его услышит вахтер и откроет ученику дверь. Здравствуйте. Спасибо. Доступной среда стала по всей школе. Заниматься теперь могут опорники, дети с нарушениями слуха и зрения, причем на всех этажах. В школе сейчас детей, которые нуждаются в специальном устройстве, в межэтажном перемещении, нет. Но все условия для приема таких детей в школе созданы. Это аппараты, которые усиливают звук. Теперь услышать педагога ребенок с проблемами слуха сможет даже с дальней парты. Чтобы руки у учителя были свободны, он мог и писать на доске, и что-то показывать на доске, если это, допустим, карта. Использовать и при этом на шее у него висит этот передатчик, соответственно, звук усиливается. Проблемы со зрением теперь тоже не проблема. При необходимости школьные учебники готовы перевести на шрифт Брайля. Для этого поставили специальную компьютерную программу. А этот принтер потом все отпечатает. Не краской, а проколами. Опорники тоже смогут заниматься. Причем не только на первом этаже. Такое устройство сможет поднять коляску на любой этаж. Стоит 300 тысяч рублей. Деньги выделил областной бюджет. Мы с вами выходим на улицу. Мы же не думаем о том, что можем мы куда-то зайти туда. Или мы просто идем. И так же должен человек с ограниченными возможностями. Вышел и свободно, совершенно не думая о том, что можно или нельзя, зашел в любое место, куда он захотел прийти. Пока настолько безбарьерной среда стала только в этой школе. В 10-й это новая школа на юге. Доступность была предусмотрена проектом. Проверяющие остались довольны. Говорят, нужно добиться, чтобы такие же условия были во всех образовательных учреждениях.